Невозможно представить жизнь большого города без трамваев. Это один из любимейших видов транспорта минчан, потому что экологичный. Сегодня состоялся конкурс профмастерства среди водителей трамваев. Как любой конкурс, цель его, естественно, выявить лучших. Традиционно конкурс состоит из двух частей, теоретической, практической. Последние годы в связи с эпидемиологической ситуацией конкурс немножко проходил в ужатом таком формате. Сегодня проходил такой этап, как приемка трамвая. То есть, 10 неисправностей мы сделали искусственно в этом трамвае, и водителю необходимо было за кратчайшее время выявить все эти неисправности. Этап со сдачей правил дорожного движения. Рекорд 20 правильных ответов за 120 секунд. Для сравнения, когда сдают ПДД для получения водительского удостоверения, дается 15 минут на 10 вопросов. Мне позвонили, сказали, что есть место на водителя трамвая. Ну ладно, попробуем. В декабре прошлого года было 10 лет. Эмоции переполняют, естественно. Каждому хочется победить в конкурсе. Стремишься. Волнение. Вот во всем виновата волнение. Оно доводит до того, что в ПДД, начиная трястись руки, волнуешься. Самое главное – быть внимательным. Занимаюсь фотографированием трамваев. Романтический транспорт прекрасный. До этого троллейбусные посещал. Тоже интересно. Здоровый интерес к транспорту. То есть, всегда была интересна организация самого движения. Интересно прийти, поболеть, понаблюдать. Трамвайное движение открылось в Минске в 1929 году. Сейчас самый романтичный транспорт в городе ежедневно перевозит около 100 тысяч горожан.